Всех приветствую, с вами Станислав Шипицын, и сегодня у нас очередное видео по гиагестеру. Как вы могли догадаться, мне кроме как гиагестер нравится футбол, в котором я тоже видео, собственно говоря, записываю. И я решил совместить, наконец, эти две темы, и каким образом это можно сделать, естественно, сыграв в гиагестер по футбольным стадионам. Ну и также полям различным, в общем, со всеми местами, связанными с футболом. Ну что ж, давайте начинать. Я думаю, это будет для меня одна из самых простых арт, потому что обычно в гиагестере я отгадываю какие-то вообще невозможные локации по типу там леса, полей и так далее, а уж города я и так, в принципе, с минус понимаю, откуда. Но зато здесь у меня будет гораздо больше мотивации на город отгадать, а не просто страну. Ну что ж, давайте начинать. Сразу скажу, что я, естественно, не буду двигаться, я буду только поворачиваться, то есть движение будем играть. Я поставлю себе тайм-лимит где-то, ну давайте минуту поставим. Почему именно минуту? Потому что, ну, за это время я успею вам все объяснить, но при этом у меня не будет времени, чтобы там, знаете, очень долго сидеть, отгадывать, там, идеально находить там город, ну я, точнее, место в городе. Сам город я постараюсь отгадать, а вот место в городе уже искать не буду, это слишком долго. Ну давайте попробуем. Ну тут я занимаюсь хорошо, мы в город найдем. Тем более, что, я так понимаю, что на этой карте могут быть локации и из неофициальных съемок, да, то есть где, то есть те самые странные, которые даже в игре-то нет обычно. Давайте посмотрим. Так, у нас тут флаги какие-то есть, понятно, что это арабская страна, но вот флаг больше египетский, допоминает, по-моему, то есть здесь желтая по центру. Уверенности нет, если честно, потому что флаги арабские очень похожие, но я думаю, что это Египет, да. Плюс все-таки человек выгодит в такой одежде, ну как будто бы это может быть плюс-минус европейская одежда, да, и в Египте, я думаю, только побольше, чем в других городах. Ну, давайте Каир поставим. Как бы, ну не прав, так будто не прав. Нет, все-таки я прав. Понятно, что тут город невозможно было, догадать стадион тоже, но странному узнали по флагу, по крайней мере. Давайте двигаться дальше. Что у нас здесь? Ну, тут у нас что-то уже более современное. И это Иверит. Это Иверит. Ну, на самом деле, в Израиле не так много крупных команд. И смотрел, там даже самая крупная команда вместо стадиона в 30 тысяч человек, и я думаю, это как раз-таки один из них должен быть. Хотя, может, чуть поменьше быть. Да, но... Мне кажется, это в районе 30 тысяч, здесь можно как раз-таки вместиться. Поэтому я думаю, что это... Или какая-то команда из Тель-Авива. Возможно, из Хайфы, да. Там команда Макаби вроде бы есть. Ну, давайте попробуем Тель-Авив поставить. Стадиона тоже искать не буду. Наверное, тяжело это будет сделать. Тем более, тут очень много зеленых таких пространств. Это парк какой-то. Это Спартан. Может, это вот это? Это теннис такой, не футбольный. Ну, давайте попробуем поставить куда-то в Тель-Авив. Вообще, не факт, что это Тель-Авив. Это может быть и Иерусалим быть. С меньшей вероятностью, наверное. Да, все-таки. Кстати, это не Тани ближе. Это стадион не Тани. Да, не Тани, а стадион. Ну, как бы все равно, логичнее ставить в столицу. Потому что в столице больше стадионов, больше команд. По такой логике действуем. Ну, пока что набрали много очков. Так, это сейчас стадион. А где стадион, извините меня? А, вот это стадион, да? Ага, хороший стадион. Это больше краски напоминают необычные локации в ЕГЭС. Смотри, ты просто куда-то едешь, да? Ну, вообще, это Австрия, мне кажется. Понятно, что немецкий язык, но... А, погоди, ты не на Германии. Все-таки Германия, не Австрия. Потому что, да, город и есть, конечно, высокие довольно. Но все-таки это не Альпы, да? Хотя нет, тут уже Альпы, наверное. Тут уже Альпы. Ну, Альпы на северо-востоке. Не знаю, правильно ли здесь компас, если честно. Но просто вот такие вот желтые знаки, они, по-моему, больше в Германии, чем в Австрии. Ну, и, в принципе, в Германии футбол явно развит больше, чем в Австрии, да? Я пытаюсь найти какой-то код, может быть, что-то, чтобы помогло мне понять, Германия до конца это или Австрия. Но если это Германия, то это самый юг, естественно. Это где-то в районе Альпы. Ну, знаете, я думаю, что все-таки это Германия, но вот краски вот Альпы, Альпы, Альпы. Где-нибудь вот здесь, может быть, может быть, вот здесь. Я сюда поставлю. Нет, все-таки это Австрия. Да, логично, конечно, что тут Альпы. Это более вероятно Австрия, но я почему-то подумал, что это именно немецкая трасса. Ну, ладно, как бы не супер обидно. Понятно, что это даже каким-то стадионом сложно назвать. Это так, площадка какая-то. Тут явно команда играет, вряд ли, там, профессиональная. Ну, ладно. Так, давайте двигаться дальше. Это что-то очень интересное. Ну, здесь явно как бы в футбол-то играет, но сейчас тут какое-то мероприятие происходит другое. Так, язык здесь пока что не разглядеть. А вот здесь уже зона зоны. Эрмэнгильдо. Хм, непонятно пока что. Здесь тоже. Ну, я пока думаю, что это какой-то Берлин, наверное. То есть, мне кажется, что это вот в Германии может быть такое, да? Быть какой-нибудь вот Олимпиастадион, там что-то такое, да? Вроде бы там было что-то похожее на немецкий. Вот. Ну, люди европейцы. Я, правда, что-то не думаю, может ли это быть восточная Европа, где слово зона было, написано больше по-русски. Так, о, вот у нас тут есть язык. А, Баку-2017. Ну, честно говоря, я вообще бы не подумал, что это Баку. Ну, это Баку, похоже. Повезло, что я посмотрел вниз. Ну, может быть, немножко зачитырил, как бы, да? Но что поделать-то, как бы, да? Ставим Баку. Да, действительно, Баку оказалось. Правда, не нашел стадион. Не знал, что в Баку такие стадионы крутые есть, на самом деле. Учитывая, насколько там не развит футбол, наверное, это действительно круто. Вот. Сравните стадионы в Баку и сравните стадионы в Кирове, да, условно. Причем, учитывайте, да, как бы, то, что в Азербайджане, наверное, играет команда нормы, Динамы и Киров. Может, только чуть лучше. Так, это что? Где сейчас стадион? А, Садия Хосе Зарила. Кинос, Пуэртос. Ну, это испанский, да? Испания должна быть, потому что номера-то испанские, да? То есть, и европейские. Ну, испанские, да, соответственно. Плюс Сиат. Это испания какая-то, но стадион явно не топовый какой-то. Узнать... Ну, вряд ли это из Ла Лиги команда, скажем так. Хотя, может быть, из Ла Лиги. Все-таки, не маленький. Ну, не знаю. Понятно, что это не Каар. Ну, вроде не Канары, да? Ну, давайте ставить уже куда-нибудь. Ну, давайте предположим, что это куда-нибудь Сарагост. Это в Реал Сарагост, где играет. Может быть, там где-то быть. Ну, давайте. Нет. Это Валид Алид. Ну, кстати, скорее всего, это реально Реал Валид Алида. Где вероятнее всего играет. Это команда. Валид Алид недалеко от Мадрии должен быть, да? Я так понимаю. Вот так. Ну, не скажешь, прям сильно угадали, но и плохо не поставили, да? 23 тысячи сто. Ну, на обычных картах, там даже на том же Divers World, я считаю, довольно простым. Там обычно 20 тысячи люди набирают. 21 явочные набирают. Тут 23 тысячи. Ну, понятно, что подсказок очень много. Всегда у каких-то таких крупных локаций много, как бы, языка, там, еще чего-то. То есть, какие-то туристические, плюс-минус, места. Да, и какой-то инфраструктура тут побольше, да? Которая... Так, улица Бухарест. Ну, это, кстати, не факт, что Бухарест должен быть, да? Логично же. Может быть, Румыния просто быть. Соответственно, карта более простая. Ну, как бы, зато сыграем, я думаю, 4 сида. Тут особо долго думать не будем. Ну, как бы, колледы Бухарест. Ну, скорее всего, это Румыния все-таки, да? Но вряд ли сам Бухарест. Потому что, ну, это странно называть Бухарест, а улицу Бухареста. Может ли это быть сама Испания, вопрос? Ну, вряд ли, в Испании назовем улицу Бухареста. Мне кажется, что это больше восточная Европа. Ну, кстати, вот, я по языку не могу понять, то есть, как бы... А, это чей флаг? А вот это испанский флаг, нет, это Испания. Почему здесь называли улицу Бухареста? Кстати, да, в Испании, вроде бы, с Румынией были хорошие отношения были в свое время. Кто не знает, давайте поставим Мадрид куда-нибудь. Это может быть в Мадриде спокойно, какой-то маленький стадион. Так вот, кто не знает, у Испании... Давайте поставим сначала. Да, это реально и Мадрид оказался. Так вот, короче, во времена правления Франка, даже когда Франк пытался как-то наладить отношения с Советским Союзом, то есть, в конце правления его, когда уже была такая разрядка, скажем так, и уже не было этих адолосков гражданской войны, через Румынию договаривались, то есть, с Румынией там ездил туда, по-моему, какой-то то ли принц в Испании, то ли еще кто-то, но, в общем, люди там важные испанские договаривались с румынами, то есть, потому что Румыния считалась наиболее близкой к Испании страной из Восточной Европы, потому что там католики, потому что там люди даже говорят на таком языке более похожи, то есть, это все-таки не славяне, да, сколько я понимаю, вот, поэтому не славянский язык, и как-то получилось с ним попроще договариваться, и сами румыны тоже в свое время пытались отдаляться от Советского Союза. Хотя режим, конечно, был там абсолютно ужасный, и, как бы, там, как бы, это не работало так, что, дескать, вот, от Совка отдалялись, поэтому были лучше, скорее, еще хуже, вот, но это ладно, сейчас не будем. На стадион Бреста, здесь у нас легко, наконец-то, Брест только, ну, Брест легко найти, Брест находится вот здесь, можно, кстати, найти сам стадион, на самом деле, вот это может быть центр спорт для Крав. Ну, другой центр, вроде, не положено стадион, потому что, такое ощущение, что, хотя, вот, футбол какой-то есть. Пока предварительно сюда ставим. Что это еще может быть? Стад Раймонт Чапелл. Может, это он быть? Ну, мне кажется, маловато. Это же остается стадион, да? Ну, это гонбольная ассоциация, вряд ли оно. Ну, не знаю, мне кажется, что сюда надо ставить. Нет, вот здесь оказалось. Ну, стад Францис Леблея, я не знаю название, как бы, стадион или Брест, естественно, я не такой, не так сильно интересуюсь Лигой 1. Ну, главное, что город угадали, и молодцы. Так, давайте дальше. Так, это у нас что-то уже более интересное, в плане того, что будет сложно отгадать. Так, Хану Хан какой-то. Ну, просто проблема в том, что качество плохое, конечно. Хану Хан. То есть, непонятно, что это за язык. Да, как бы, вот, что это такое? Это тайский какой-то, или что это? Вот, я не понимаю. Ну, это, мне кажется, Юго-Восточная Азия по виду. Ну, сложно мне, честно говоря, сказать. До сих пор не могу встретить какую-то нормальную подсказку. Ну, это язык, ну, очертания, похожие на тайский. То есть, это же, ну, вряд ли латиница, да. Ну, Хану Хан какая-то реклама. Ну, может быть, Филиппин? Ну, вряд ли, вряд ли латиница. Я, в принципе, считаю, что это Таиланд. Поставим Мангкок. Ну, может быть, я не прав. А, ну, это Камбоджа. Ну, это, в принципе, я почти угадал, потому что Камбоджа говорит почти на таком языке, что тайский. То есть, вы можете сами сравнить. Вот там тайский язык, вот камбоджийский. Они похожи, они отличаются. Близи рассмотреть. Ну, тут Камбоджа было очень плохо видно, поэтому... Ну, я доволен. Поставил. Так, вип-кафе. Ну, это что-то должно быть знаменитое, но я, походу, не знаю, да, как всегда. Мне кажется, что в Германии... Хотя, блин, вип-кафе английский же, да, вроде бы. Блин, три полоски. В России может быть такое вообще? Мне остается немножко стыдно. В России могли ли такое... Это похоже на стадион в Сочи, такое ощущение? Учитывая, как все выглядит, мне кажется, это Россия, потому что три полоски, да, так у нас. Деревья такие. Но какой-то город. Мне сложно сказать. Ну, на самом деле, я не думаю, что это Сочи так выглядит. Хотя это и не Москва, по идее, да, с такой. Деревья похожи на московские. Короче, я поставлю Москву, но я предполагаю, что это мой второй вариант в Сочи. А, это Укра... А, это Беларусь. Нифига себе, там стадион прикольный в БТ, да, это их самая топовая команда. Ну, я... Я офигел. Я не думал, что на такие стадионы есть. Я думал, там до сих пор такие... Околосоветские стадионы. Ну, молодцы, что построили, как бы. Ну, удивительно рядом. Так, это что? Это когда Турция? Ну, честно, на первый взгляд. Потому что у меня есть какая-то другая информация. Я вижу стадион, но не вижу никакого языка. Ну, похоже на турецкий, вроде бы. Да, это турецкое слово. Ну, я просто, знаете, по застройке понял. В Турции какая-то застройка похожа за советскую, немножко другая, да. Тут тоже какие-то такие многоэтажки. Но по-другому они выглядят. Не знаю, чей это стадион. То есть, как бы, тут нету какой-то флага. Ну, чей это какая-то топовая команда. То есть, скорее всего, это Иссамбул. Сюда мы не поставим. Куда-нибудь сюда поставим, и все. Может быть, стадион Фенербахча. Мне кажется, вот если смотреть, то это, по идее, должна быть азиатская часть города, мне кажется, не европейская. Я думаю, это Фенербахча стадион. Ну, а нет. Это Газиантеп. Ну, нифига себе, там построили, конечно. Вот удивительно, рядом. То есть, я не думал, что такие крутые стадионы есть у таких команд, как... Не знаю, кто в Газиантепе играет, но как-то, наверное, с одноименным заняем командой. Так, прикольно. 20 тысяч, ну, карта, это было сложнее, конечно, потому что тут, очевидно, раунд был только здесь. Как бы, ну, неплохой сип, на самом деле, мне понравилось. Так, дальше идем. Так, ну, снова какие-то микрополя для детей, так понимаю. Ну, и для любителей. Ну, немецкого много. Вероятно, это немецкий. Желтые полосы, ну, мы на них смотреть не будем. Бетон. Точно ли это немецкий? Ну, вроде да. Спаркассе. Ауто... Нет, это точно немецкий. Я как человек, который 8 лет изучал немецкий, я ответственно заявляю, но... Может, это быть Австрия? Ну, сомнительно. Вот это тоже сомнительно, что это Австрия. Это тоже горы какие-то есть. Но я думаю, это больше как раз Южная Германия. Это Рассейн. Я не думаю, что Южная Германия. Может, здесь где-то? А, это... Неужели это Лихтерштейн? Лихтерштейн тут заканчивается. Снова Австрия, да? Ну, сомн, перепутали. Ну, это сложно реально. Вот, ребят, тут сложно. Как их отличить, я не знаю. Вставляли, блин, этих австрийских стадионов. Тяжело, конечно. Так. В Адди, Станбул. Ну, это Истанбул, да? То есть, это Вадди, Станбул. Это точно Истанбул в этот раз. Ну, я думаю, что это, кстати, европейская часть, а не азиатская. По тому, как здесь все хорошо выглядит. Это, скорее всего, стадион Галатасарая. Не уверен. Может быть, это будет стадион еще этой новой команды, Истанбулской, которая Эрдогану принадлежит буквально. Вот. Вот я поставил европейскую часть. Да, я оказался прав. Рамс. Парк Галатасарая. Да, Галатасарая стадион. Ну, я искать не стал, потому что... Ну, нет смысла, это время тратить. Очков много не даст. Мне кажется, не очень интересный контент. Так, Норд Иискин. Ну, это действительно какой-то северный стадион. По названию, понятно. Какая-то скандинавская страна, скорее всего. Ну, тут должно быть много информации быть. Куда она закинула. Но пока что я не узнаю команду. А, это я узнаю команду. Это... Блин, название не вспомнил. Это в Дании команда. Блин, не знаю. Это не Копенгаген и не Бронбю. Там есть другая команда какая-то. Вот, название я не припомню. Ну, где-то здесь должна быть информация. Но, вот, к сожалению... Альберк, по-моему. Это, по-моему, Альберк какой-то. Вот, Альберк. Я посмотрю, Альберк, но я не уверен, что это город. Но, по-моему, это он. Типа, тут АА, да, как бы подходит, по идее. Да, подходит. Это Альберк. Ну, конечно, так команда называется Альберк. Да, молодцы. Молодец, я вообще. Похвалил себя. Ну, а что не похвалить-то? Так, ну, пока хорошо все. Но это вот что? Это вот, извините меня, что за раунд вообще? Кто такое придумал? Ну, прикольно. С тадиком большой довольно. Ну, по цветам какой-то Гамбург. Я не знаю, но это не точно. Вряд ли это Германия, на самом деле. Ну, вообще, это Европа с белыми волосами. Какой-то... Ну, и море. Ну, море такое очень средиземное это, да? То есть, я не думаю, что это... Ну, и по домам это не Германия. Это должна быть Южная Европа какая-то. То есть, я думаю, это или Португалия, или Италия. Ну, учитывая размера стадиона, не знаю. Ну, такие дома мне больше не итальянские напоминают. Поэтому я думаю, что это Италия. Италия это, не знаю, что это может быть... Неаполь какой-то может быть, я думаю. Да? А, это Испания. Ну, Испанию и Италию легко перепутать, поверьте. И тут не было какой-то точки подсказки. Это... Оказалось, Фонтандер. Ты так понимаешь, это стадион... Кого? Рассинга, понятно. Ну, команда из Сегунды, второй лиги испанской. Не так просто. Вот уже и сложный раунд попался, и очки мы потеряли. Ну, смотрим. Посмотрим, смотрим, Лимон Рай больше, чем 20 тысяч. Потому что тут раунд какой-то не самый очевидный, если честно. Поначалу, кажется. Но сейчас я какую-то Россию напомню. Не Россию, по идее. Нет, что... Так, чьи флаги? Это греческий или... Это квебекский, да, вроде бы? Блин. Так, погодите. Это должна быть Канада, по идее. Потому что... Вроде бы американский номер. Вроде бы Квебек. Да. N-300. Да, это точно французский. Значит, это Квебек. Ну, в Квебеке... Это, скорее всего, Квебек-Сити, да, должен быть или Монреаль. Вряд ли это где-то еще. Команду я эту не признаю, если честно. Я за канадским футболом, извините, меня не так слежу. Там пара команд играют в МЛС. Возможно, это одна из них, конечно. Но я не помню, откуда они. Ну, в Монреале, вроде бы, есть. Там вторая, вроде бы, вообще в Ванкурии. Поэтому это точно не то. Ну, в Монреале, давайте поставим к самому крупному городу. Квебека. Да, мы, кстати, правы. Не припомню, какая там команда играет. Может, подписчики как-то подскажут. 27300. И, в случае, я доволен результатом. Флаг, конечно, распознан. Он реально на греческий похож был, серьезно. Ну, вот это сложный раунд. Вот тут, я не знаю, как бы поймем, что это Испания. Ну, да, наверное, такая строка больше в Испании. Надо бы просто вспоминать по архитектуре. Но я допутаю такую архитектуру испанскую-итальянскую. Ну, и давайте последние 5 стадионов отгадаем. Так. Боснийский стадион. Флаг Боснии. Флаг, наверное, страшного движения какого-нибудь. Мне страшно с этими людьми вообще как-то думать о них. Так, кто-то, короче, Босния. Откуда мы вообще фоткаем? Я не понимаю, что это вообще? Что вот это? Меня, кстати, бесит. Кто это фоткаем? Странно. Странно, конечно. Но Сараево, потому что, как бы, ну, столицу. Не факт, что столица абсолютно. Но, да, это рядом. Извиниться. А это вот не тот. Это случайно... А, да, кстати. Я, по-моему, смотрел про это видео. Там есть же город. По-моему, вот здесь там мост у них известный, да? И он делит город на сербскую часть и на боснийскую часть. И вот это вот как раз-таки так... И у них там два стадиона рядом. По-моему, это оно. Это достаточно известная сравнечательность. Хотя, не уверен, могу перепутать. Но, по-моему, там есть такое. Там есть город, который разделен на две части, и там две команды. И между ними такое дикое противостояние между сербами и боснийцами. Но я точно не верю. Может быть, я путаю с хорватами. Может быть, там серб и хорваты. Ладно, вообще не важно. Серба точно есть. А вторая это или боснийцами хорваты. Так, это Олимпийский стадион, да? Какой-то Олимпийский стадион. Стадион Харапанбангса. Вот, я чувствую, что сейчас мы потеряем очень помощь. Вообще не меняет. Ну, это Юго-Восточная Азия похожа, потому что бело-черная. Такие вот... Это не Олимпийский стадион, как говорят, что это Олимпийский репах. Вот бело-черные такие бордюрчики. Ну, Малайзия пока предположение, если честно. Теоли Бангса такие слова, но... Харапан какой-то. Ну, это слабо-малайзийский, скорее всего. Ну, может быть, Индонезия быть как вариант, но... Менее вероятно, Индонезия, потому что это более бедно. Ну, Индонезия бенее Малайзии, значительно, поэтому... Не факт, что в Индонезии такое могли построить. И особенно вот так вот оформить красиво вокруг, да? Поэтому я думаю, что это Куала-Лампур или Джохор. Ну, Куала-Лампур больше. А, кстати, это Индонезия все-таки, да? Ну, как-то очень дорогая часть Индонезии. Как бы, ладно. Ну, не так мы плохо поставили, но тут сложный раунд был. Я, обычно, Индонезии по номерам машины отличаю, как бы. Тут не особо получается. Ну, иногда прохитектуре, но тут ее не было практически, да? Который стадион. Так. Блин. Боул. Боул это английское слово. Скорее всего, это... Блин, ну это тяжело. Когда в самом стадионе тебя вот так спавнят. Так, а, тут написано 9-11 марта. Ну, кстати, это написано в таком... Ну, это английский язык, во-первых, да? То есть, как бы... School Sports Festival, Great Delta Games. Огата. Ну, это Америка должна быть. Вряд ли это... Ну, то есть, как бы написано прямо в американском даже стиле, я бы хотел сказать. Не в английском. Я думаю, что это Америка. Ну, тем более, стадион такого типа. Боул, слово. Ну, Боул, это вообще, как бы... Супер Боул, там, это Америка должна быть. Ну, где-то в Америке я понятия не имею. Как бы... Не знаю, я поставлю какой-нибудь... Индианаполис. Блядь, Индианаполис. Ну, мне кажется, что это здесь где-то. По природе как-то. Хотя природа здесь сложная, как бы оценить, потому что это у кого поле. Оно всегда тут такое будет. Воу-воу. Это Нигерия. Ну, логично, как бы, американский стиль в Нигерии. Это имеет смысл. Там было американское влияние. Но понять, что это Африка... Ну, блин, я перепутал Америку с Африками. Как-то немножко стыдно. Причем, не наоборот. То есть, получается, что я как бы Нигерию так понял. Ну, ладно. Это был очень крутой раунд. На самом деле. Это очень крутой раунд. Когда я не могу поставить на этом стадионе... Ладно. Короче, не могу угадать стадион и не могу угадать город. Мне прям приветствовались. Потому что я рад, что прикольный раунд нашли какой-то. Так, ну ладно. Команды сразу, говорю, не узнаю. И это плохо. Это плохо. Ну, это какая-то Латинская Америка. Мне кажется, я там видел такие команды. Ну, язык, как бы, испанский. Я думаю, это значит, что, типа, там, венесуэльских команд. Но я, к сожалению, не особо интересуюсь южноамериканским футболом. Ну, типа, сложно. Но это точно Латинская Америка. По людям и по языку. Но это может быть Чили какое-то быть. Да. Наверное, Чили, Венесуэль. Ну, учитывая, сколько здесь все... Ну, не бедно выглядит. Скорее, это чилийская какая-то команда. Солнце. Если солнце правильно, это должно быть Чили. Потому что солнце на севере находится. Сантьяго поставим. Я думаю, там должна быть какая-то такая команда. А, это Аквадор. Ну, я говорю, типа, потому что это может быть что угодно в Южной Америке быть. Вообще, абсолютно что угодно. И тут тяжело угадать, если команды не знаешь. А я команда, с сожалению, там не знаю. Но там просто все страны, они, как бы, по сути дела, одинаковые. То есть, у них язык одинаковый, культура одинаковая. Они разделились там, ну, больше по государственному, скажем так, принципу, чем по культурному. Тяжело очень. Ну, не знаю. Конечно, может быть, латиноамериканцы с вами не согласятся, но со стороны это так выглядит. Так, мы снова... Ну, вот я не знаю, у тебя очень сложно сидит, если честно. Пусть 10 тысяч уже здесь не набрать. Касл. Ну, это, как бы... Ну, должна быть Британия, но вообще не факт, что Британия. Я сейчас чернокожего человека вижу. Я уже начинаю думать, что это снова какая-то Африка. Но, ну, да, учитывая, что здесь такие стоят бочонки с водой, это, скорее всего, Африка. Ну, и да, это все выглядит в африканском стиле. Ну, и ЮАР, может быть, на самом деле, я думаю. Потому что такие вот дома, это похоже на их... На их национальную какую-то... Ну, и... Национальные дома, национальную архитектуру. И... Ну, ЮАР футбол совершенно развит. Понятным причинам, что это была бывшая английская колония. Да, блин, я совсем хотел бы Муфентейм поставить. Вы же видели, я хотел бы Муфентейм поставить. Я в самый последний момент перетыкнул в Кейптаун, потому что подумал, что это только самый футбольный уникорт, насколько я знаю. Ну, короче, было неплохо. Ну, неплохо. Ну, это реально сложно было. Вообще, странно угадать было тяжело. Особенно травм в Нигерии меня поразил просто. Вот. Ну, ЮАР, я рад, что догадался. Просто про архитектуру. Ну, кстати, там не хватало, знаете, нидерландского языка, такого ощущения. Точнее, нидерландского, а вот такого около нидерландского языка, там, смеси всяких и так далее. Вот, которые обычно там встречаются. Ну, ладно. В любом случае, очень прикольно. Мне понравилось. Я думаю, может, еще позаписываю даже. Но пока что. На этом мы закончим. Спасибо всем, кто смотрели. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. И ждите следующих роликов. Пока.